Как известно, первое метро появилось в Лондоне еще в середине 19 века. И это было первое метро на паровой тяге. Поэтому лондонцы, прокатившись в метро каких-то 3,5 километра, выходили из него все черные от сажи. Не то что сейчас. Мягкие сидения, надписи в виде «не прислоняться». Круто! Можно посидеть, можно почитать. А сколько еще непонятного в этих вагонах метро? Видели наверняка эти объемные полосы снаружи в виде ребр жесткости? Или эти вот цифры на вагонах, что они обозначают? А вот эти крышечки в полу, они ведь тоже для чего-то сделаны? Хотите узнать больше про вагоны метро? Смотрите наш следующий сюжет. Жил да был на свете Петя. И случилась как-то с ним история прелюбопытная. О которой мы уже сказывали. Попал он в место диковинное. Метро-депо называется. А тут и вагоны. Каждому, кто по подземному царству путешествовал, знакомые. А вот и продолжение сказки той. Отправился ныне Петя в царство поездов подземных. А сколько богатырей тут вокруг ярких, да искры сыплющих. Да все добрые молодцы скромные. Лица шлемами прикрыли. Одни металл с металлом соединяют. Другие детали лишние отпиливают. До корпуса вагонные труд шлифуют. Что есть коробка-то, которая по рельсам подземным бегает? Присмотреться, коли к ней. На две части ее разделить получится. На рельсах основа находится. Тележкой называется. Ну а сверху кузов вагонный крепится. Ну а тут окна рубят. Примерился мастеровой? И давай искры высекать. Прошел со своей пилой диковинной, резаком газовым. Ставенка наружу и выпала. Готово дело. Вагоны не только под землей темные бегают, но и на свет белый выезжают. А где свет, там и вода. Вот и стоит водолей. Да дождем вагон проверяет. Ну а эта краснодевица в маске защитной кузов красит. Махнет правым рукавом и гламурно вагон наводит. Махнет левым и вагон в первый свой тоннель уезжает. Да и не тоннель-то вовсе. Как горшок вагон в печку огромную отправился. То неспроста дырки в печке. Оттуда ветер теплый вагон обдувает, чтобы высох быстрее. Начинают мастера украшать его, да наряжать по-всякому. Вот и капельник прикрепили, чтоб вода на стекло не капала. А чтобы в тоннелях дурной люд головы не высовывал, окна вставят. И не с одним стеклом, а с парою для молодцев-прыдких с дурью двойною. Ну а потом быстро, как в сказке, утеплят кузов пакетами с мягкой ватой минеральной, тепло не выпускающей. Так в вагоне и зимой лютое тепло будет. То не просто двери, а конструкция прислонно-раздвижная. Заходите, гостями будете на Арбатско-Покровской линии. В пути много всего интересного попадается. Вот и вагоны. Каждому, кто по подземному царству путешествовал, знакомые. Вагон современный, не изба древняя. Без единого гвоздя не сделаешь. Указал мастер пальцем, что ему нужно, и пошла работа. Автомат-фрезеровщик хоть на металл водой и плюется, но старается, да деталь вытачивает. Такую, какая и нужна мастеру. Под вагоном вся автоматика на них держаться будет. Вон их сколько нужно. А то не купель банная для утех и отдыха. В пучине той детали пламенем режут. Газы, азот да кислород с силой огромной друг с другом смешиваются, да металл насквозь прожигают. Ну а вода жар охлаждает, в себя его забирает. Вытачивают мастера-кузнецы подводные деталь, что рама из ватса станет. Из стали делается, да самой прочной, еще бы, толпу людскую выдержать должна аж в шестьдесят тонн веса. А вот и пары колесные, те, которые кузов держат, прикуют детали к тележке намертво, да и застучит сердце вагонное. Проходит поезд современный, путь от листа железа до готового состава лишь за месяц один. А прослужит он тридцать лет и три года. Вот и подходит к концу наша сказка. Кто слушал, молодец, а кто смотрел, тем более. Я хочу предложить тем, кто делает вагоны метро, делать еще и вагоны-рестораны. Потому что спальные вагоны метро уже есть. Кто ездил в Москве по кольцовой ветке, тот меня поймет. Кто ездил в Москве по кольцовой ветке, Кто ездил в Москве по кольцовой ветке.